Продолжение следует... Завершилось расследование Station 922 МКВ. Меня многие просили сделать завершающее видео, так вот, ловите. Начну с как раз того, что мы выяснили. Видео Station 922 МКВ не было. Автор сделал фотографии в 2012 году. Существо было фейком. Автор не писал всем известную крепипосту, он написал другую историю про своего монстра. Существо было безымянным. Данные фотографии из архива реальны. Стоит сказать, что у меня было много теорий, некоторые подтвердились, некоторые оказались частично правдивы. А какие-то совсем неверные. Например, видео про то, что полочника сняли из двух разных квартир. И вроде бы там были доказательства, но всё-таки это фото от одного человека. Также был видос про то, что крепипоста может быть правдива. Эту теорию предложил мой подписчик, но оказался неправ. Я это подтвердил в том же ролике. Но самый правдивый ролик вышел почти сразу, после того, как я освоил редактор. Вот он, кто-то помнит его с этим превью. Помимо теории были новости про оригинал и конечно постановки. Не только я и группа СТ-922 расследовали это дело. Со мной параллельно работали Лагли и Чугунная Рыла Никита. Они не только сами расследовали дело, но и помогали мне, когда я самостоятельно не мог делать видео. Но мне помогали не только они, ещё были Владимир, Цайтусов и Феевзлом. Сейчас я хочу их всех поблагодарить публично. Нам очень повезло, что мы решили расследовать это дело, потому что мы все его раскрыли. Это произошло внезапно, так как админы группы ВКонтакте скрывают от нас инфу так, будто они из Пентагона, и рассказали про автора они внезапно, не успев полностью подготовить зрителей. Мне одновременно и грустно и радостно, ведь расследование успешно завершено, но оригинала не было. Я ведь помню, что в декабре 2018 года первый раз наткнулся на эту картинку. Именно благодаря этому превью вы можете смотреть мои видео, и я поясню почему. Овды канала которые застали время когда у меня было меньше сотни подписчиков помнят выпуск, где я отвечал на вопросы в честь ста подписчиков, и был интересный вопрос о том, как я познакомился с легендой о несуществующем видео. Я вспомнил один видос черного кота, где упоминался наш фейковый братанчик. Тонкие паукообразные ноги натолкнули меня на мысль, что возможно это детеныш того самого палочника, который частенько лазит ночью по вашим домам, пока вы спите. Смотрел я этот видос в 2017 году, и вспомнил через год. Я пересмотрел и решил найти побольше видосов об Уратино, меня впечатлили его тонкие конечности. Ну а там где российский человек паук, там и стейшн 922 МКВ. Так я и познакомился с этой темой. А сейчас вернемся к концу этой истории, я уже сказал, что она закончилась внезапно и не совсем так, как хотелось бы. Теперь чугунная рыла Никита расскажет о внезапном конце, и я задам ему вопрос, что ты думаешь о завершении расследования? Что же я думаю в этом все? Закончилось хорошо, и хорошо это что-то хорошо закончилось. Убидно конечно, но раз так, так так. Было классно с тобой, с этой всей легендой, но увы, такого оригинала нет, и это правда. Спасибо Никита. Кроме него свое мнение, высказал Владимир Цайтусов. Всем привет, с вами Владимир Цайтусов. Высказываю свое мнение об завершении расследования. Это был поистине долгий и интересный путь, о котором были препятствия и хорошие вещи. История, которую я знаю с 2013 года, наконец-то окончена. Уже как больше полмесяца окончена к 100. Что и не может не радовать. Она объединяла людей своей таинственностью и поистине уникальностью, из всех других загадок руинтернета. Помню моменты, когда хэппи-паста была популярной, когда строили теории, искали ролик, которого не было, хотя пугов того, что так и было, было достаточно мало. Когда нашли дом, когда был ксмот и фейк отрывки из station922.mkv. Времена затеющихся группы, нахождение автора. Это все, кстати, вкратце-вкратце, что я могу рассказать. Если бы я рассказывал больше о случаях и поступках мелких дурачков за это время, то ушли бы дни и недели. Ушла маленькая эпоха жизни для некоторого числа людей. Я лично где-то около недели понимал все это. Все пруфы и расследования вы можете найти в группе ST922 в закреппосте. Ивану Току и другим челам, которые хайпили на теме, желаю просто удачи. Иван Ток, по моему мнению, справится с этим и устоится на ютубе стабильненько. Всем, кто расследовал все это, старался помогать группе, большое спасибо за старание. Извиняюсь за повторение, но все, что надо, вы можете найти в группе ST922. До встречи! Давайте вместе скажем Владимиру спасибо, и выслушаем комментарий Лагли по этому поводу. Он сказал, что... ...не ожидал внезапного конца. Скажу благодарные слова в сторону Артема, и я перестану говорить как диктор из телевизора. И да, я забыл упомянуть Дегеридона, и Сентила и Анарха Маргинала. Они тоже занимались расследованием. Я решил пересмотреть видео Анарха Маргинала и Дегеридона. Меня очень сильно пробило на ностальгию. Меня часто пробивает на ностальгию. Вот так выглядел мой канал прошлым летом, так он выглядел относительно недавно, вот какой он сейчас. Тогда я только начал канал, и сейчас я ностальгирую по прошлом лету, но для настоящих олдов наверное мои видео и видео упомянутых не так давно людей, включая Лагли и Никиту, это дебильная программа для самых маленьких детишек, олдов вспомнит 2015, а то и раньше. Окей, небольшую часть этого видео стоит посвятить топовому зомби, с ником которого я бы поспорил, ведь сначала ради подписчиков он нас всех обманул, сказав что даст оригинал в обмен на подписчиков, но каким-то чудом мы с ним нашли общий язык и подружились. В принципе о нём это всё. Помните я с другом делал разоблачение на группу СТ-922? Так вот, хоть наши теории оказались неверны, всё-таки иногда с ними неприятно общаться. Например недавно у нас возник конфликт из-за одного пустяка. Потом ещё один из-за аудиодорожки. Но был и смешной момент, через некоторое время, после выхода поста про автора, какой-то школьник пытался группе продать оригинал за 2000 долларов. Это 147 тысяч рублей. Школьник тот конечно лох, но мне было не до этого. Точнее было бы, так как моя проблема появилась до нахождения автора. В какой-то момент я стал слабо. Верить в то что мы найдём оригинал. Тогда то меня и начало пробивать на ностальгию. Ещё помню то время, когда не знал адрес этого дома, и искал его на картах, первыми. Потом в комментах под каким-то видосом увидел адрес, первым весёлый один. Кстати добавлю что гугл объехал этот дом и его можно лучше осмотреть, правда с обратной стороны. У меня есть папка с фотками дома, а также папка с кадрами из оригинала и другие видео. Кстати там ещё есть секунды которые оказались фейком. Снова пробивает на ностальгию. Но теперь истории пришёл конец, и повторить прошлое лето так же интересно не выйдет. Но может мы успеем найти новую тему для расследования. Вы пишите в комментариях про что будут видео, но теперь я задам вам тот же вопрос. Ищите подходящие истории, которые можно расследовать. А теперь можно заканчивать видео. Пока друзья, будьте здоровы.